Когда результат лучше, чем игра. Мы уже тут между тобой стали говорить, вам вернулось от матча с Динамо, то есть удача. Скажите все-таки, почему сегодня Локомотив выглядел, скажем так, не так убедительно, не было такой самоотдачи, как была у ЦСКА, такого настроя, это все-таки повлияло то, что играли в гостях, или еще какие-то факторы, или такая игра соперника? Да, добрый вечер, спасибо большое за поздравления. Но, во-первых, надо учитывать фактор, мы же играем не с командой какой-то там лиги, это дерби, и понятно, что цена ошибки очень высока, мы играем на выезде, нам очень важно было сегодня дисциплинировано и аккуратно сыграть в обороне, в принципе, с этим справлялись, что касается первого тайма, наверное, нам не хватало хорошего выхода из обороны, очень много ошибок было при начале атаки простых мячей. Мы не теряем, над этим надо будет поработать, но и опять же момент, что мы вовремя освежили игру, все замены сработали, и хороший момент мы свой нашли с контратаки, поэтому ребят надо поздравить, то, что абсолютно не соглашусь о самоотдаче, вы видели сейчас, зайдите в раздевалку, и все ребята перебиты в кровь, у Баринова разбито лицо, у Сулейманова разбито голова, поэтому как раз вопрос о самоотдаче здесь вообще не стоит, ребята бились, и бились очень достойно. Вопрос по качеству, да, но, как я уже сказал, сегодня в раздевалке, качество отошло сейчас на второй план, это дерби, еще раз повторюсь, и мы добились положительного результата, мы выиграли. Хорошо, самоотдачу беру назад, все, корректное слово. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Если нет вопросов. Максим Смирнов, ТАСС, вопрос Михаил Михайлович по поводу Дмитрия Баринова, будет ли он готов к следующему матчу, удалось ли избежать сотрясения, и вопрос про Сулейманова тоже, может ли я рассказать? Ну, я уже сказал, что достаточно, на первый взгляд, тяжелые травмы оба получили, посмотрим, сейчас два обследования проведем, и уже на неделе будет понятно, насколько один и второй будет готовы к следующей игре. На сейчас сложно сказать. Да, спасибо, Александр, еще один вопрос. Еще один вопрос по Пеняеву, все-таки рано, его на 60-й минуте, по-моему, заменили, то есть в чем была причина? Причина, что надо было освежить игру, мы понимали, что нам необходим более свежий игрок, потом дальше, вы видели, уже пошли замены, ну, понятно, вынуждены на Дима Баринова, а остальные замены были направлены на то, чтобы как раз изменить ход и характер матча, да, чтобы более свежие ребята вышли, потому что несколько моментов у Сереги не получилось, прямо в начале, ну, и нам показалось, что требуют наши ходы уже, так скажем, как сейчас модно и принято говорить матч-менеджмент, да, когда ты влияешь на ход матча, и те замены, еще раз говорю, перестроили, они принесли нам победу. То есть Пеняев еще не игрок момента, когда его можно оставлять на весь матч, и он какой-то свой момент использует, я так понял. Еще пока. Ну, давайте мы не будем такие, там, прям кирлыки на игроку вешать. То есть у Сергея были моменты, немножко не хватило, так скажем, хладнокровности и мастерства для реализации его. Мои подходы были в начале второго тайма, если вы видели, да. Поэтому рабочий процесс идет, все ребята учатся, развиваются. Понятно, что есть уже опытные ребята там у нас, есть более молодые, которые на сегодняшний день стараются прибавлять и выглядят сбалансированно, но самое главное, достигаются результаты.